Всех приветствую! Я Елена, канал Дачный Креатив. Сегодня хочу показать ручей, вернее, какие растения растут по берегам ручья и какие растения высажены вдоль дорожки, ведущей к кострищу. Ручей мы делали в 2017 году. Я много раз говорила о том, что здесь нужно не поправлять берега. Я в прошлом году начала немного поправлять берега вот там, где ближе к мостику. Я осенью поправила берег. Видно бордюрную ленту просто, но сейчас не об этом. Сейчас хочу показать вам растения. Сначала то, что огорчает. Вот здесь в конце ручья у нас роз, наверное, уже можно сказать в прошедшем времени. Боярышник Паульс Карлетт очень красиво цветет, соцветиями похожими на маленькие розочки. Там соцветия по 15, наверное, до 20 маленьких ярких розочек. Очень красиво цветет этот боярышник. К сожалению, он размножаться никак у меня не хочет. Я пробовала и черенковать, пробовала прикапывать, но результат был нулевой. Практически он не дает плодов, этот боярышник, поэтому семенной размножение также затруднено. Плюс ко всему, даже если будут плоды, неизвестно, что вырастет. У нас, кстати говоря, в прошлом году было несколько плодов на боярышнике на этом, но я как-то даже не стала собирать и не пробовала даже посеять. От этого боярышника осталась у нас только одна ветка. Вот эта веточка, которая раздваивается, и они растут не вертикально, практически горизонтально, а здесь вот все сухое. У нас этот боярышник, конечно, многострадальный, у нас его и ломало ураганом несколько раз. Мы его вырезали, омолаживали. Вот видите, какие здесь пеньки достаточно объемные. И вот он у нас не хочет расти здесь последние годы. Очень сыро и, возможно, он у нас здесь замокает, корни замокают. В последнее время много раз было, когда затяжные дожди, и не справляется у нас дренаж, хотя у нас дренаж тотальный, я много раз об этом говорила, по всему участку, крестовидно, по периметру. Даже снимала об этом отдельный обзор. И все равно не справляется дренаж, и в ручье стояла вода. И вот, наверное, все-таки замокают корни. Хотя этот боярышник у нас здесь посажен был в 2008 году, как и большинство растений, и он очень медленно рос, и очень долго вообще не цвел. То есть он был такой маленький, медленно нарастающий. И начал расти он как раз после того, как мы сделали здесь ручей. После семнадцатого года он так быстро начал расти. Мы радовались и даже зацвел. Он шикарно цвел в восемнадцатом, девятнадцатом году. Вот именно после того, как мы сделали здесь ручей. Мы даже думали, что это пошло ему на пользу. А вероятно, все-таки минус, конечно, в том, что здесь много воды, бывает, есть, безусловно. Основание у него вот такое уже широкое. Обратите внимание, какой здесь внизу ствол. Он разветвляется на множество побегов. И что нам делать с ним? Вот муж начал его опиливать. До конца еще не опилил, так что он очень был высокий. Побеги колючие. Колючки такие достаточно длинные, острые. И вот думаем, что с ним делать. Но вот это точно нужно будет все спиливать. Попробуем вот этот побег оставить, который раздваивается. Опять же, попробую зачеренковать. И, возможно, даже прикопаю. Не знаю только куда, в какую сторону его прикапывать. Но, в общем, будем думать, что с ним делать. Жалко, конечно, нам его потерять совсем. Идеально было бы его зачеренковать, чтобы он принялся, начал расти и вырастить его на штамме невысоким. Где-нибудь в другом месте, не здесь. И сразу про другие кустарники, которые здесь у нас посажены. Ну, вот не кустарник, а дерево для начала. Рябина бурка около мостика. Она у нас сломана была упавшей елкой два года назад. Она потихонечку начинает наращивать новые веточки. И калина бульденеш. Они у нас были тоже очень маленькими до того, как мы здесь сделали ручей. Росли медленно. Калину вообще постоянно атаковали различные вредители. И мы только и делали, что обрабатывали ее от вредителей. И она очень медленно росла. Вот после того, как сделали ручей, и калина, и рябина начали быстро расти. И вот я много раз показывала, как цветет очень красиво. Калина бульденеш. Но там повыше, там нет застой воды. Вот это как раз самая нижняя часть ручья. Вот здесь, где посажен боярышник. Так, ну и теперь дальше показываю растение. Здесь остильбочка. Невысокая, миниатюрная. Цветет розовыми соцветиями. Но пока только она еще в начале цветения. Пока метелки кремовые. Пока еще не порозовели. Но порозовеет обязательно. Конечно, покажу. Так, здесь хоста. Обычная видовая. Здесь она вот небольшая. Кстати говоря, не такая, которая растет у нас при въезде. Эту хоста я покупала в другое время, позже, чем наши первые хоста, купленные в 2002, наверное, году. А вот эту я покупала уже позднее, после даже 2008 года. Не знаю, честно говоря, чем я руководствовалась, покупая обычную зеленую хоста, когда они у меня есть. Но вот купила. Почему-то не знаю. Чем-то она мне понравилась. У нее поменьше лист, помелче. Вот такая она. Но цветет она также. Высокие цветоносы лавандового цвета. Колокольчики на цветоносах. Вот такая она аккуратненькая. Мне нравится. Так, с другой стороны сразу покажу. Остильба тоже растет. Остильба эта тоже маленькая. У нее красноватые побеги. И цветет она белыми метелками. Там райграсс. Но, наверное, с той стороны тоже зайду. Не хочется очень длинное видео, конечно, снимать. Поэтому постараюсь покороче. И теперь здесь еще у нас с этой стороны, по этому берегу, также остильба, которая в начале, вот которая там высажена. И здесь у меня три лилейника. Лилейник в середине, в центре министелла. Вот такой он уже большой. Покупала я два лилейника каких-то годов три, наверное, назад. Один, наверное, два года назад. Ой, наверное, запуталась. Ну, короче, два лилейника были куплены одновременно. Один позднее. Но вот этот лилейник, сорт министелла. Смотрите, какой он уже крупный, большой. Нарос хорошо. Я его ни разу не делила. Много бутонов, которые собираются распускаться, которые уже отцвели. Он цветет. У меня уже, наверное, недели полторы начал свести. Давно уже достаточно. Вот такие вот у него симпатичные, яркие цветы, желтенькие солнышки. И узкий лист. Обратите внимание, какие узкие листья. И очень много листиков, очень симпатичный костик. Вот это лилейник, сорт Прешелздаро. Он у меня многострадальный. Я, кстати говоря, его не один раз уже делила. И почему многострадальный? Потому что несколько раз муж его скашивал. В этом году не скашивал, но вот прошлый, позапрошлый год он его скашивал. В первое весеннее кошение. Он его скашивал. Случайно, конечно. Так, и вот еще лилейник. Every day lily rose. У всех лилейников тонкие длинные листики. Это миниатюрные лилейники все. Этот лилейник цветет персиково-розовыми цветами. Тоже очень симпатично. Я его тоже делила два года назад. А вот этот ни разу еще не делила. Нужно будет в этом году его поделить. Но здесь у нас самосевом выросла медуница. Здесь тоже. Там земляника, я про землянику говорила. Когда закончится плодоношение, я ее ограничиваю, убираю. Вот уже начали краснеть листочки. Я ее убираю, но не совсем. Оставляю небольшие картинки. Она расползается у совей. Каждый год я собираю ягодки, а потом ее удаляю. Гвоздику бедную, нашу красавицу, уложил ураган практически горизонтально. Она вся лежала. Я немножко ее приподняла. Там много еще бутонов, которые собираются только распуститься. Какие-то уже отсветают. Какие-то только собираются распуститься. Она у меня вся лежала. Я немножко ее приподняла. Ужасный был ураган. Ужасный был ветер. Дело так, что у нас вот эта ива, на штамбе которая, плакучая наша ива, у нее вырвало колышек. И она также улеглась как раз здесь на гвоздику, на райграсс. Практически горизонтально. Мы даже думали, что ее сломает. Но она не сломалась. Гибкий повек. Но из земли колышек, на которые она была привязана, вырвала. Мы поменяли там колышки. Подвязали ее к двум колышкам уже более крепким. И я очень много побегов здесь обрезала, чтобы ее облегчить. Чтобы она не падала. Надеюсь, будет держаться. А так она, конечно, нам очень нравится. Я показывала недавно ее. У нее было такое очень воздушное ажурное облако из побегов и листьев. Но вот сейчас поменьше обрезали. Для того, чтобы облегчить, конечно, ветра жуткие. Так, там спирея японская, желтенькая. Здесь у меня самосевом вырос барбарис зеленый. Зеленых барбарисов у меня нет. Но при семенном размножении или в результате самосева вырастают разные. Красные, желтые, зеленые. Вот здесь у меня зеленый. Как раз здесь я в прошлом году поправляла берег. Вот видите, здесь бордюрной ленты не видно. И я его здесь периодически, если он мне мешает, вырастает больше, чем хотелось бы, я его обрезаю. Иногда даже обрезаю его практически до уровня земли. И он отрастает заново. Но я пока его не удаляю. Вроде как что-то растет и ладно. Перед барбарисом герань садовая, самобор. Она отсвела уже, я ее обрезала. Здесь самостоятельно, я его сюда не сажала, вырос страусник. Здесь самосевом выросла спирейка зелененькая. Тоже собирается цвести молоденькая. Так что теперь с этой стороны от мостика. Кстати говоря, я сюда еще купила, чтобы посадить в ручей в прошлом году осоку пальмолисную. Пока она у меня подрастает в разводной грядке. Буду высаживать, не знаю, в этом году или в следующем. К мостику хочу посадить. Здесь также герань самобор садовая. Темно-борый самобор сорт. Там тоже это все самосев. Кстати говоря, я не удаляю. Там же у меня живучка атропурпурея. Соцветия я у нее оборвала. Немножко уменьшила куртины. Здесь также живучка. Зарастают берега. И я поэтому не удаляю. Потому что зарастающая живучка прячет огрехи при формировании берега у ручья. Там, где видно бордюрную ленту. Вот здесь также гвоздика, которая также развалила дождем и ветром. Ливень был невероятно сильный. И горизонтальный, и вертикальный из-за ветра. По-всякому дуло. И лило, и дуло, короче говоря. Ну вот в морске, конечно, был сильнейший ураган. Даже люди погибли ужасно. Это также герань самосев. Вот это император Редбарон цилиндрическая. То есть император цилиндрической Редбарон. Она у нас весьма разрастается. Небольшая, вот такая. А уже здесь, наверное, года 4 растет. Но никак она в объеме не увеличится. Я ее отсаживала в прошлом году в грядку разводную. Там пока тоже она маленькая. Так, но здесь также гвоздика. Так, теперь покажу с этой стороны. Там спирейка, хоста и можжевельники. Ну и потом зайду еще с той стороны. Вот рябина-бурка, которая у нас сломала упавшая елка. Тогда у нас елка хрестанула прям в ручей верхушкой. Перегородила ракарий. Упала здесь на мостик, на рябину. Я все это показывала 2 года назад. Мы ее обрезали. Она была уже достаточно большая. Это рябина. Мы собирали с нее ягоды, делали вино. У нее ягоды крупнее, чем у обычной рябины. У рябина обыкновенная. И цвет темно-бурый. Поэтому она называется рябина-бурка. Не яркие оранжевые ягодки, а такие бурые. И крупнее намного. И вкус у них очень такой интересный. Так, и вот она калина. Калина отсвела. Я ее показывала, как цветет. Сейчас она вот такая. Так, что там еще дальше? Сейчас обойду калину. Там у меня еще с той стороны посажена волжанка-кнефи. Вот здесь у нее волжанка-кнефи. Я у нее цветоносы обрезала для того, чтобы она наращивала корни. Чтобы она побольше наросла. И ее можно было бы поделить. Потому что на нее много заказов. И мне приходится отказывать. Так, ну здесь у меня также спиреи. Это все самосев. Я много раз говорила, что у меня много спирей самосевом. Вот этот можжевельник стелющийся. Не знаю сорт. Вот таких у нас два можжевельника. Покупали когда-то давно в обе. Были маленькие. Совсем в клумбе с березой росли. И плохо себя чувствовали. Когда сюда пересадили, они у нас начали разрастаться. Так, ну, можжевельник. Это менджулип. У меня, кстати говоря, много черенков. В прошлом году я черенковала. Если есть желание, пожалуйста. Вот такой он большой. Мы только немного подрезаем ветви, которые вылезают на дорожку. Но он очень легко формируется. Его можно как угодно резать. Он очень хорошо отзывается на стрижку. Они такие симпатичные, беспроблемные на самом деле. По сравнению, например, с можжевельником Дабс Фростет, который в этом году у меня сильно пострадал в Ракарии. Так, здесь у меня туэданика Ауре. Здесь маленькая роза Кардана. Вот здесь как раз нужно ветки можжевельника обрезать, потому что мешает розе. Это наша розочка-красавица. Сорт не могу сказать. Покупала в Беккер, как спрей Виктория. Но это явно чайно гибридная роза. Она будет высокая. Вот уже бутончики формирует. Но она будет значительно выше и будет цвести все лето. Очень ароматные, красивые розы. Абрикосового цвета, очень нежного оттенка. Ну, это также минжулип. Стрикто-можжевельник. У нас в этом году стрикто пострадал в прорабатке у двойных ступеней очень сильно. Мы его там обрезали. И обрезали достаточно сильно. И вот этот стрикто я попыталась внутри обрезать, но обрезала как смогла. Очень он колючий, конечно, ужасно. Но, надеюсь, восстановится. Если не восстановится, будем также его низко обрезать. Так, здесь дальше идем. Также туэданика Ауре. Кстати говоря, эти две туэданики мы покупали в разное время. И вот они уже одинаковые по размеру. Это барбарис богатели или безделушка. Тоже пострадавшая у нас от упавшей елки. Но восстанавливается. Вот эта хвоста такая же, как растет у нас в клумбе с березой. Она была достаточно большая и яркая, желтая была она у нас. Но вот после того, как упала елка, я не знаю, с чем это связано, как это можно связать, эти два факта. Она у нас после того, как сильно пострадала, как раз вот стволом и ветками, она упала сюда, на эту хвосту. И она вот никак не восстановится, листики мелкие, что-то ей тут не нравится. А вообще она должна быть большая. Вот смотрите, вот там хвоста желтенькая в конце. Ракария, она вот должна быть такая. Вот в ракарии мы сажали эту хвосту два года назад, маленькую совсем, там буквально 3-4 почки было. И она вот так быстро наросла. А вот здесь такая малютка уже цветет, хотя другие хвосты, ее же сестренки, пока не цветут. Так, ну вот еще один такой же можжевельник, как я уже говорила. Он у нас был посажен в клумбе с березой. Вот здесь до переделки клумбы с березой. И он нас постоянно вымокал там, потому что там низко, глина. И совсем не рос. Мы когда клумбы переделывали, пересадили их сюда. Были тогда на тот момент, они в 19-м году, но размеры, наверное, в диаметре сантиметров 50. И смотрите, какой он сейчас огромный. Очень мне нравится он на зиму. Хвоя буреет и весной снова зеленеет. Так, ну что еще здесь? Здесь, наверное, я все показала, просто покажу с этой стороны. Здесь гвоздика, райграсс бульбоносный, опоры, два колышка, к которым мы привязали иву. Надеюсь, выдержит. Ствол, кстати говоря, стал значительно толще за два года. Смотрите, как утолщился. Точку роста мы у нее прищипывали, когда она еще была черенком. Но появились побеги замещающие. Но мы все равно что-то подрезаем. В общем, контролируем, чтобы она огромной не вырастала. Надеюсь, она будет себя хорошо здесь вести. Ну и на этом заканчиваю. Всем большое спасибо. Красивого сада. До новых видео. Пока.